Дмитрий Гомжин Деньги любят счет и победителей. Молодые экономисты Казанского федерального продемонстрировали свои знания. Молодые ученые защитили свои проекты перед экспертами на Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан». Набережный Челнинский институт КФУ представил свою программу на Международном форуме автомобилестроения. Об основных направлениях деятельности института расскажет наш корреспондент. Смотрим. Готовим кадры для самых крупных компаний мира. Под таким девизом Набережный Челнинский институт представил свою программу деятельности. В сотрудничестве с Камским инновационным кластером институт поделился с посетителями и участниками форума своими инновациями и успехами. Сейчас развитие института идет по трем направлениям – образовательному, научному и производственному. Несмотря на то, что сейчас мы находимся в Казани и, как нам кажется, видим только немного – баннеры и буклеты, но на самом деле мы можем побывать в самом Набережно-Челнинском институте КФУ. Благодаря вот такой вот электронной гулялке, как ее называют сами сотрудники университета. Сейчас мы находимся в институте автомобилестроения и здесь находится самое люксовое оборудование, закупленное в Германии. Но своей главной задачей институт считает образовательное направление деятельности, то есть подготовку кадров по всем техническим специальностям. Набережно-Челнинский институт представил свою программу в рамках третьего международного форума автомобилестроения. О главных задачах форума рассказал министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов. Благодаря тому, что автомобильная отрасль для республики, ну и для России в целом является одной из ключевых, мы, безусловно, уделяем много внимания дальнейшим развитиям этого сектора нашей экономики, которые пока составляют около 10% от общего производства. И проведение такого форума и тех прошедших, и сегодняшних, и тех, которые мы планируем в будущем при поддержке наших партнеров, Ассоциации Европейского Бизнеса и Франкфурт Месса, они, безусловно, очень важны для способствия дальнейшему развитию в республике. Марина Захарова, Роман Самарин, Универньюз. Финансовая грамотность – одна из самых важных тем, которая требует детального обсуждения. Когда речь заходит о деньгах, люди делятся на три категории. У первой в глазах зажигаются доллары, у вторых возникают страх и сомнения, а третьи вовсе уверены, что деньги – это возможности. Но не стоит забывать, сколько в деньгах возможностей, столько же в них и ограничений. С какими препятствиями столкнулись молодые экономисты Казани, расскажет Аделя Шамилова. Межвузовская олимпиада по финансовым рынкам является одним из важнейших мероприятий для каждого студента, который связывает свою будущую профессию с экономикой, финансами и страхованием. Мероприятие состоялось 29 марта в Институте управления экономики и финансов КФУ. Участие в олимпиаде приняли студенты Казанского университета, Казанского национального исследовательского технологического университета имени Туполева, Российского государственного университета правосудия, Университета управления ТИСБИ и Российского университета кооперации. Здесь они приобрели ценный опыт и получили новые знания и интересные знакомства. Стоит отметить, что повод для проведения данного мероприятия действительно стоящий. Сегодня у нас приятное событие, 20 лет кафедры ценных бумаг. Соответственно, это регулярное мероприятие, олимпиада посвящена финансовым рынкам. Это один из наиболее важных сегментов на сегодняшний день развития экономики. И в этом отношении молодые ребята, студенты соревнуются по знаниям именно в этом сегменте. Основной тенденцией на ближайшие несколько лет на финансовых рынках является развитие небанковских финансовых институтов, страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных компаний. И именно этому посвящена наша олимпиада. Студенты успешно продемонстрировали способность работы в команде и умение принимать решения в условиях ограниченного времени. Директор промышленной страховой компании отмечает, что прежде всего наработанные навыки способны повысить общий уровень финансовой культуры, что, безусловно, крайне важно для каждого специалиста вне зависимости от профессии. И умение пользоваться и своими финансовыми ресурсами, и вопрос подготовки специалистов финансовых рынков во всех отраслях – это, конечно же, вопрос в первую очередь образования. Олимпиада подарила всем участникам не только теоретические знания по финансам и экономике, современным банковским технологиям и новейшим финансовым продуктам, но и предоставила возможность применения полученных знаний на практике, обеспечивая тем самым всем участникам будущую финансовую безопасность. Аделья Шабелова, Роман Самарин, Универньюс. Старшекурсников все больше волнует вопрос дальнейшего места работы. Где выпускник сможет применить свои знания? И куда податься молодому специалисту без опыта? На все эти вопросы ответили работодатели крупных организаций и фирм. Ответы узнаешь в нашем следующем сюжете. У вас очень интересные дни. Задумывайтесь о том, что будет после прекрасных студенческих лет. Дерзайте, находите то место, которое вам понравится. Не понравится, ищите дальше. Совсем немного времени у студентов остается до получения заветного диплома. Поэтому старшекурсники начинают задумываться о будущей профессии. В Институте управления экономики и финансов проходят дни карьеры. По-другому это называется ярмарка вакансий. Приходят работодатели, которые заинтересованы в наших студентах, общаются с ними. Это уже традиционное мероприятие, которое проходит два раза в год. На дни карьеры приглашаются крупные финансовые фирмы, корпорации, предприятия и банки. Здесь студенты подчеркнут для себя много полезной информации и смогут определиться с будущей карьерой. В этом году мы заканчиваем университет, мы четвертый курс. И хотелось бы, конечно, уже о будущем в своем задуматься. И, возможно, узнать для себя какое-то место работы, определиться с должностью. Так как заканчиваю уже университет, четвертый курс, пришел послушать, какие есть вообще направления, какие есть вакансии, что хотят, кого хотят видеть работодатели. Я заканчиваю государственное муниципальное направление. Больше мне бы хотелось, конечно, в госструктуру. Образование, которое я получаю, вот сейчас оканчиваю. Оно, в принципе, предусматривает работу и в банке, и в коммерческих, и не в коммерческих организациях. Работодатели рассказали о том, что сегодня востребовано на рынке труда. Объяснили, как правильно оформлять резюме, поделили секретами успешного собеседования и многого другого. Хотел я начать с рынка труда. Иначе говоря, с ответа на вопрос, что нужно работодателям. А прежде чем ответить на этот вопрос, скажем так, что не нужно рынку труда на текущий момент. В течение двух дней студенты побывают на мастер-классах таких крупных компаний-партнеров, как Headhunter, Audex, Agbarzbank, Home Credit Bank и многих других. И, возможно, именно это мероприятие поможет определиться, какой фирме и организации отдать предпочтение после окончания учебы. Анна Глазунова, Леонар Довлетьяров, Универньюз. Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» в этом году проходит уже седьмой раз. Заявок на участие было свыше двухсот. И только самые лучшие представят свои проекты в финале перед инвесторами. А пока участники, отобранные на заочном этапе разных площадок, защищают свои проекты перед экспертами. Какие новые разработки представили в рамках площадки «Территория инноваций» – узнаете прямо сейчас. В рамках республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» около 20 участников защищали свои проекты на очном этапе перед экспертами. В Министерстве образования и науки Республики Татарстан собрались только лучшие представители по тематической площадке «Территория инноваций» этого года. Судя по заочному этапу, есть очень интересные проекты. Есть проекты, которые предлагают нетрадиционный подход, нетрадиционный взгляд для решения очень конкретных научных проблем, технических проблем, которые актуальны для нашей республики сегодня. Площадка «Территория инноваций» предполагает участие авторов технологических инновационных проектов, научно-технических разработок, рекладной и теоретически-научно-исследовательской деятельности. Так, студентка КФУ Лесяна Мутыгулина представила экспертам и другим участникам форума проект о технологии повышения чувствительности опухолек лекарства у анкобольных. Пациентов при монотерапии, когда используется только одно химиотерапевтический препарат один, он не действует просто. Нужно как-то решать эту проблему. Ищем именно те препараты, которые еще не выявили противоопухолевого эффекта. Их нет просто в продаже, их нет в реестре противоопухолевых препаратов. Они только имеют потенциал к тому, что их можно использовать. По результатам 7-го республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» будут отобраны лучшие проекты и молодежные программы для дальнейшей поддержки и сопровождения со стороны правительства Республики Татарстан коммерческих партнеров, инвесторов и организаторов форума. Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. На этом наш выпуск завершен. Ты смотрел Универ Ньюс. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова